Привет! Спасибо, что заглянул на огонёк. Сегодня я расскажу тебе про историю одного полковника, который пожертвовал своей жизнью, наверное, ради всего человечества и ради своего сына в первую очередь. Не думаю, что стоит тянуть. Давайте начнём. Сегодня мы поговорим об новоиспечённом DLC для Metro Exodus. И, кстати, если оно тебе понравилось, то ставь лайк, а если нет, то дизлайк. За оценку видео не переживайте, что лайки, что дизлайки влияют на видео одинаково. Я хотя бы посмотрю, какое в целом именно у вас вызвало впечатление это новое дополнение. Я расскажу, почему это DLC лучше, чем основная игра, и коротко расскажу о сюжете. DLC повествует о Вячеславе Хлебникове, отце Кирилла, мальчика, которого мы нашли в Новосибирске. Того единственного выжившего после гражданской войны в метро. Здесь показано, как люди сражались и дрались за право жить. Показана вся алчность и жестокость правительства, которая предала и бросила свой народ. Они перебили всех в метро. Всех, кроме двух людей. Полковника Хлебникова и его сына Кирилла. Сюжет разворачивается с интересными переходами, периодически ссылаясь на настоящее время и потом обратно в прошлое. Будто Мельников идет по следам Хлебникова, и в эти моменты начинаются флэшбеки. Задача Хлебникова состоит в том, чтобы найти спутниковую карту, где изображен уровень радиации в России, чтобы уехать туда со своим сыном. Ведь в Новосибирске уровень радиации просто зашкаливает даже в метро, и люди вынуждены пользоваться такой называемой «зеленкой» — антирадом. Хлебников все же находит эти карты, но его единственная ампула с антирадом, этой же «зеленкой», разбивается из-за схватки с мутантом. И садясь на стул, он просто умирает перед дозой авиации, пожертвовав своей жизнью ради своего сына, ради всего человечества. Его жестоко обманули, обмануло его правительство, обманул его лучший друг, который был генералом, а он им верил, так же, как и полковник Мельников. И их обоих это погубило, но не погубило их детей. Я считаю, что DLC намного лучше основной сюжетки в Metro Exodus, потому что мы снова спускаемся вниз. Мы снова чувствуем страх, мы снова чувствуем атмосферу зараженной поверхности. Опасаясь за жизнь главного героя, мы всеми способами пытаемся выжить. Плюс к этому, в игре добавляется озвучка главного героя. Наконец-то он не будет немым, он будет разговаривать, причем постоянно. И это очень круто, ибо мне в Metro Exodus этого очень не хватало. Также повествование идет интересным способом. По следам главного героя, показывающая трогательную историю, сопровождая ее подходящим саундтреком, и показывающая, как Мельников нашел эти карты. Но не показывающая, к сожалению, как он отыскал самого Артема. Из минусов я, наверное, могу отметить лишь две вещи. Нам не показали черных в этом DLC, а я очень ждал этого момента, потому что в основном сюжете их не было, и я очень надеялся, что они вернутся из Last Light'а и из Metro 2033 в Metro Exodus в этом DLC, и их нам снова покажут. Но и в этот раз нас обделили. И то, что нам не дали поиграть за Мельникова. Но это я скорее уже придираюсь. Я бы дал этому DLC 10 из 10 баллов. Оно мне очень понравилось. Оно настолько атмосферное, оно настолько крутое. Сделаны новые переходы, озвучка главного героя. Мне реально очень понравилось это DLC. Я бы сказал, что это лучшая DLC 2019 года. Ведь в нем мы обрели то метро, по которому мы уже давно соскучились. То метро, которое было в Metro 2033. То метро, где мы выросли. Пишите в комментарии, как вам DLC. И голосуйте в подсказке, хотите ли вы больше таких роликов. Ну а я удаляюсь. Всем спасибо за просмотр. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok